Засохшие крови при комнатной температуре вирус активен в течение нескольких дней. Несмотря на то, что человечество знакомо с вирусом иммунодефицита человека уже 40 лет, еще живы и сильные предрассудки об этой инфекции. Общество опасается ВИЧ-положительных, утверждая, что это болезнь неблагополучных слоев населения. На самом деле данная болезнь уже давно вышла в социально благополучные слои населения, и никто из нас не застрахован от того, чтобы инфицироваться данным заболеванием. Поэтому очень важно проводить профилактическую работу с людьми и разъяснять им, как передается данная инфекция, как защитить самого себя, что это такое, чтобы они не пугались и знали, что с этим делать. Основная информация о ВИЧ помещается на одной брошюре. Их и раздали студентам Мурманского колледжа сервиса во время лекции. На паре страниц описаны все три пути заражения, адреса центров, где можно сдать анализы анонимно, при внимательном отношении к себе и окружающим, с применением антиретровирусной терапии в наше время человек может вести полноценную жизнь, иметь детей. Хотел бы напомнить, что недопустима дискриминация и стигматизация ВИЧ-инфицированных в рамках трудового законодательства. Это важно знать. Вообще, если говорить о мнении экспертов, то есть такая позиция, что стресс, который испытывает человек, когда узнает о том, что он ВИЧ-инфицирован, стоит на второй ступени после пребывания в концлагере. Невероятно, но факт. Вопросов к докладчикам у ребят не нашлось. Молодое поколение больше знает о ВИЧ и СПИД, чем взрослые и пожилые люди. Именно благодаря юношеству стереотипы о болеющих людях постепенно развеиваются. К сожалению, не останавливается сама пандемия. В год полтора миллиона землян узнают о своем диагнозе. Только в 2021-м 600 тысяч человек умерло. Александра Клепцова, Максим Чинькин, ТВ21+.